Всем привет, с вами Серега. Я подозреваю, что вы смотрите это видео не просто так. Скорее всего, вы уже решили принять участие в конкурсе от InfoCar. Но если вы впервые о нем слышите, то ссылочка появится вот здесь вот и также в описании к видео. В этом видео я хочу рассказать вам о том, как лучше снять себя на смартфон. Независимо от того, будет ли кто-то вам помогать, либо вы будете снимать себя самостоятельно. Думаю, ни для кого не секрет, что основная камера смартфона априори снимает лучше, чем фронтальная. Но если снимать самостоятельно, то, конечно же, придется довольствоваться фронталкой. Итак, первый пункт. Обязательно снимайте видео в горизонтальном положении смартфона. Вот так. Я понимаю, что для многих это непривычно, поэтому могу посоветовать одно очень хорошее приложение. Оно точно есть для смартфонов с iOS, но я не уверен, что оно доступно на Android. Называется Horizon. С помощью этого приложения, как бы вы не держали ваш смартфон, вот так, вот так, вот так, он будет снимать вас горизонтально. Горизонтальное видео – это уже 50% успеха. Пункт 2. Не закрывайте рукой микрофон, вас должно быть слышно. Если вы стоите на улице, постарайтесь отвернуться от ветра, так как кроме шума ветра ничего не будет слышно. Если вас будет снимать ваш помощник, то не отходите далеко от камеры. Мы не требуем от вас идеальной картинки. Главное, как и что вы расскажете о своем авто. А для этого нам нужно хотя бы слышать вас. Плюс, думаю, у всех есть гарнитура, которая шла в комплекте со смартфоном. Подключите гарнитуру к вашему телефону, и ваш звук станет в десятки раз лучше. То же самое касается беспроводной гарнитуры. Пункт 3. Зафиксируйте экспозицию. Просто нажмите на себя на экране и подержите, пока не появится надпись фиксации экспозиции. Это вам поможет сделать так, чтобы картинка на вашем видео всегда была одинакова и равномерная, а не скакала из недосвета в пересветы. Бонус. Могу также посоветовать приложение ProMovie. Есть платные и также бесплатные версии. Бесплатной версии вам хватит с головой. Просто в углу будет маленький ватермарк. Что даст это приложение? Через него вы сможете поставить то количество кадров, с которым нам будет удобнее работать, а именно 25 кадров в секунду. Ставим Full HD, 25 кадров в секунду, звук 48 кГц, также фиксируем экспозицию и оставляем фокус в режиме авто. Снимаем, после переходим в отснятые видео и экспортируем получившийся ролик. И напомню, видео должно быть на 1-2 минуты. Вы должны заинтересовать и заинтриговать нас. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, не стесняемся и пишем в комментариях. Постараюсь всем ответить. Подписывайтесь на канал, ставим лайки, дизлайки. Спасибо, что смотрели и удачи вам в конкурсе. До новых встреч!